Заря в 20-м туре действительно удивила, но это коснулось только результата матча с Волыньей. А вот газонов подобного в Луганске не доводилось видеть со времен 90-х. Президент Зари Евгений Геллер заявил после матча, что клуб арендует у города стадион. И это вопрос коммунальных служб содержать стадион и газон в надлежащем виде. Но тогда напрашивается вопрос, неужели никто со стороны клуба не контролировал эти службы по ходу межсезонья, не ходил за ними, что говорится, по пятам с дубиной. Эти же грязевые ванны в конце концов не день матча появились, правда? Ну а что касается результата с Волынью, здесь как раз пословица «из грязи в князи» для Зари звучит в хорошем смысле. Что же за вид спорта демонстрировали в Луганске Заря и Волынь, гости в Красном? Сказать сложно. Может быть парное фигурное катание? Субтитры создавал DimaTorzok А может в Луганске было состязание сродни этому? А ведь футболисты выходили на поле в надежде поиграть в футбол. Вышло же состязание, кто прочнее стоит на ногах. Все решало не воля к победе или техническое оснащение, а длина шипов. Но даже в таких условиях удавалось находить место для зрелищных комбинаций. А Заря, футболисты которой к концу матча практически полностью слились по цвету с газоном, умудрилась отличиться трижды. Если Тарас Лазарович забил ударом в упор, то Максим Белый с углового выдал шедевр. Ну а Касьян подтвердил, что в этот день на родном газоне луганчанам удавалось устоять лучше. 3-0. Заря на 8 очков отрывается от зоны вылета.